Всем привет! Сегодня мы будем готовить марокканские печенья. Я уже упоминала где-то раньше в своем видео, что я живу в Нидерландах. Это очень маленькая страна, но населена она очень... Здесь очень много людей из стран, из разных культур и, соответственно, разные кухни. Так вот, этот рецепт я узнала от одной марокканки, которая училась со мной в школе. В языковой школе. Так вот, что нам понадобится? Печенья эти очень вкусные. Они будут маленькие, они очень бюджетные. Нам понадобится не так много ингредиентов и они не такие дорогие. Поэтому я использую это печенье, я использую этот рецепт для выпечки, для повседневной выпечки на каждый день. Печеньев получается много и они очень хорошо хранятся. Что нам понадобится? Нам понадобится растительное масло, полтора стакана. Нам понадобится сахар, полтора стакана. Я использую вот такие замечательные стаканчики Икеа, потому что очень хорошо отмерять. И я отмеряю вот так. Дальше. Нам понадобится корка двух апельсинов, три яйца, два пакетика ванильного сахара, два пакетика разрыхлителя. Нам также понадобится мука. Муки мы будем брать столько, сколько возьмет тесто. Я покажу консистенцию. И еще нам понадобится, нам могло бы понадобиться кунжутное семя. Кунжутное анисовое семя. Анисовое семя у нас не очень популярно в семье. И поэтому я использую обычно кунжутное, но так как у меня нет сейчас ни кунжутного, ни анисового, я буду делать вообще без семечек. Если вы будете использовать кунжутное семя, то вам понадобится где-то примерно половинка стакана кунжутного семени. Но если у вас оно есть или попадется, то не поленитесь использовать его, я думаю, что результат вас порадует. Яйца взобьем с сахаром. Я использую при этом обычный ленчик, не использую миксер. Потому что миксером очень, в общем, можно перебить эту массу и получится тогда печенье очень сухие. Добавляем масло, полтора стакана. Добавляем шкурочку лимона, то есть апельсина. Итак, я смешала, я добавила в нашу массу из яйца сахара полтора стакана растительного масла. И опять все это хорошенько перемешала. Сейчас я буду добавлять сюда ванильный сахар. Ванильный сахар. И просею муку с бакпудрой, бакпудрой, разрыхлителем. Я добавила две пачки разрыхлителя и где-то 150-200 граммов муки. Я их просеяла. Добавила еще где-то 120-130 граммов. И снова вымешиваю. Добавляем еще 120-130 граммов муки. Итак, у нас получилось вот такое тесто. Оно мягкое и достаточно липкое. Не делайте его слишком крутым. На присыпанный стол мукой выкладываем вот такую колбаску. Раскатываем колбаску вот такой толщиной, примерно с мизин. Теперь разрезаем эту колбаску на ромбики. Вот такие вот такие. Выкладываем наше печенье на противень с стиленой пергаментной бумагой. Если у вас таковой нет, я использую вот такой силиконовый коврик. Все выставляем в духовку, разогретую до 180 градусов, где-то минут на 15. И так, первая порция печенья уже готова. Вот посмотрите, вот такой величины получились у нас такие листочки. Очень приятно вот такую маленькую печенье взять и с чаем, и с кофе. И у них очень приятный вкус. Смотрите, вот здесь у нас я еще нарезала. Вот. А здесь еще, обратите внимание, тесто для, в общем, работы непочатый край. Продолжение следует...